Губернатор Игорь Руденя провел встречу с избранными депутатами Законодательного собрания Тверской области 7-го созыва. Глава региона обозначил основные направления совместной работы исполнительной и законодательной власти на ближайшие 5 лет. Областной парламент по результатам выборов, прошедших в регионе с 17 по 19 сентября, существенно обновился. В нем будут работать как опытные депутаты, так и те, кто впервые получит удостоверение. В новый состав Законодательного собрания вошли представители пяти политических партий. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров». Выступая перед народными избранниками, губернатор обозначил основные направления совместной работы. Кризис, сбережение, рода, благополучие нашим гражданам, это самореализация, это таланты нашим гражданам, это поддержка наших семей. Ну и конечно, поддержка это время. Первостепенное значение для улучшения демографии имеет развитие медицины. По мнению главы региона, работа законодательной и исполнительной власти должна обеспечить масштабную реновацию учреждений здравоохранения на местах. Также депутатский контроль необходим при реализации программ газификации, строительства дорог, формирования комфортной городской среды, развития культуры, спорта, поддержки старшего поколения. Что касается молодежи, то, по словам губернатора, надо переломить тенденцию, когда многие выпускники школ или вузов мечтают о переезде в столице. Для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, для людей, которые в этой территории, лучшей благодатностью являются дети и детей, жители наших столицы. Вот если у нас это происходит, то есть все наши молодости, наши столицы, так что наши хозяйственные семьи, живет, это лучшая благодатность работы и правительства, и губернатора, и, конечно, депутатов всех. Как отметил Игорь Руденя, важно, чтобы законотворческая работа была синхронизирована с реализацией стратегии развития Тверской области до 1926 года, подготовленной при участии ведущих экспертов и с учетом предложений жителей. Она предусматривает рост экономики и модернизацию социальной сферы. Это позволит укрепить лидерские позиции нашего региона в рейтинге субъектов Центрального федерального округа.